Если я попытаюсь выразить всю благодарность за то, что позволили участвовать в таком мероприятии, то у меня не хватит времени, отведенного мне. Тем более, что у меня нет и слов выразить. Но вот такие вот, я бы сказал, неформальные встречи, неформальные беседы, вот то, что Расурешев рассказывает. Для меня это такое расширение горизонтов. Вот когда было это сорокалетие прибытия Щелопроупады в Москву, на которые меня тоже приглашали, но слишком поздно я не успел оформить визу. Я страшно сожалел, что не приехал послушать Щелопроупаду. У меня была огромная внутренняя потребность послушать такое вот, ну как бы, что-то такое неформальное. Рассказ о Щелопроупаде, который не укладывался в рамки того, что мы обычно слышим и читаем. Да, что-то такое. Почему-то вот было ощущение, что Щелопроупаде, это тот человек. Я потом, когда прослушал запись, убедился в этом. Что действительно, вот его рассказ о Щелопроупаде, как он сам назвал, да, головаре пиратской шаги, настолько необычно, да. Мы все привыкли, что Щелопроупаде, это вот джагат гуру, да. Мы все это слышим на каждой лекции практически. И каждый приезжающий ученик Щелопроупады нам об этом рассказывает. Но впервые, так, я впервые услышал о том, что вот Щелопроупад его увидел, как главаря пиратской шаги. Это совсем другой аспект. И вот то, что Щелопроупад рассказывает, тоже значительно расширяет наше представление о Щелопроупаде. Почему мне кажется это важным? Потому что, вот, я не стану задавать этот вопрос, считаю его риторическим. Если сейчас спрошу, кто испытал экстаз в пении святых имен, или наоборот, кто его не испытал, то на первый вопрос, наверное, все поднимут руки, на второй никто не поднимет. Тем не менее, вопрос остается, а почему преданные, которые все в какой-то момент этот экстаз испытывают, нас покидают тоже в какой-то момент? Где тут проблемка? Все все время слышат, да, о Щелопроупаде, как основателя Ачария, о том, что мы его слуги, он наш духовный учитель. Мы каждое утро поем самсару, поем гуру-пуджу так. И тем не менее, это не помогает. Чего не хватает в этих отношениях, что мы, в конце концов, куда-то уходим, чего-то еще искать. И вот эти вот такие вот рассказы, они как раз помогают нам понять, что это за измерение, что это за отношение дополнительно вот к этим отношениям гуру и ученика, которые некоторым из нас не удается обнаружить, которые тем не менее очень важны. Наша жизнь духовная практически зависит от того, насколько глубоко мы сознаем свою. То есть как мы сознаем свою связь с гуру, да, практически говоря. Вот. И с течением времени, как грехасты, например, понимают, да, некоторые грехасты понимают, что, скажем, семейная жизнь, да, она не просто... Не просто, ну, некая, скажем, матхурия, да, мы понимаем, у кого есть этот опыт какой-то зрелый, мы понимаем, что... Ну, как Бхакти Расамуэто Симбу говорится, да, что в матхурию входят все остальные, все предыдущие расы. То есть там есть и шанта, так? Что значит шанта? Что нам с этим человеком комфортно. Даже если ничего не происходит, мы чувствуем себя комфортно, нам хорошо с ним просто быть. Там должны быть и Даси Раса, так. Если нет желания служить друг другу, просто беспричинного желания служить друг другу, то, несмотря на то, что есть такие, так скажем, супружеские отношения, они не продлятся. Если нет шанты, нет этого комфорта душевного, вот просто хорошо с человеком быть, так. Если нет Даси, Саки, да, тоже так. Если мы не чувствуем себя вот как-то очень дружелюбно, да, нет этих отношений. Вот как братья и сестра, так, вот это Саки, допустим. Тут тоже эти супружеские отношения, они не просто какие-то, они не в воздухе висят, они состоят из вот этих тонких вещей, которые мы можем ощущать, можем не ощущать. В отцале там тоже присутствуют. Так один старший, другой младший, один заботится, другой принимает заботу. Это меняется в том числе. И отношения с духовным учителем, они тоже имеют вот эти подоплеки, эти подтексты тонкие. Они не на поверхности. То, что на поверхности, это мы все знаем, это Даси, да. Но эту Даси мы понимаем так странно. Ну вот мы приносим из материального мира свое представление о том, что такое Даси. Ну это, по существу, начальники, подчиненные. Плоское, одномерное представление. Но вот такие вот рассказы о Щелепраупаде, как, например, Шамасонда Рапрубу или Суешу Рапрубу, как рассказывают, да. Мы начинаем понимать, что они гораздо глубже. До того, как Щелепраупада стал учителем для своих первых учеников, он успел стать для них отцом, другом и, наверное, самым дорогим человеком на свете. Потом, потом он стал учителем на основании вот этих чувств. Это не произошло сразу. Судя по всему, вот это то, чего мы часто не улавливаем, да. Мы видим эти, ну, формальные роли. Но очень важно понимать вот эти рассказы первых преданных, первых учеников Щелепраупады, вот именно такие, ну это бесценный дар, на самом деле. Ты действительно начинаешь понимать, на чем строится вот постоянство отношений в духовной жизни. И очень, да, как говорится, вот, друзья познются в беде. В каждой стране, на каждом языке есть такая говорка. Это такой пластырь, да, пытаешься понять, как вот эти первые последователи Щелепраупада, те, которые присоединились к нему и к искомым на волне успеха, вот этого громадного успеха, который пришел потом. С этим все понятно. Успех привлекает друзей всегда. Но вот кто присоединяется в беде, да, когда Щелепраупада бедствовал эти первые годы? Успеха не было никакого. Несколько там, первый год это были сплошные проблемы. И, тем не менее, люди вот как-то установились какие-то такие отношения настолько глубокие, что они потом так вдохновились, что сделали этот успех, после которого всем все стало ясно. Вот это вот уникальность, вот это уникальные отношения. И тут нам всем, ну, про себя точно могу сказать, что по мере поиска вот этих каких-то глубоких отношений, да, я все больше оцениваю вот такие рассказы, как «Совершенный друг». И начинаю понимать, на чем на самом деле строятся вот эти отношения, которые способны пережить успехи и неудачи. Способны сохранить нашу жизнь, способны сохранить нас, так сказать, в духовной жизни, да. И спасибо огромное, что дали возможность поучаствовать в этих, послушать эти нектарные рассказы. И желаю, чтобы всем они принесли то благо, которое они могут принести. Спасибо огромное, Валярю Снам.